В духовности нет ничего невозможного. Должна быть очень сильная преданность. Сильная вера в Мастера и в себя. Вседневная такая духовность, она не будет полезной. Это значит духовное развлечение. Люди ездят по храмам туда-сюда. Они просто посетители. Но это не значит. Чудеса, конечно, случаются. Но окончательное истинное – точно другое. Все чудеса случаются только в пределах телесного знания. А мы должны его пересечь. Это живое духовное жить. Невоображаемое. Какие вопросы? Если вопрос кинет. Все начинается с себя и все заканчивается в себе. В момент, когда Дух прикасается к телу, вы видите то, что? А когда Дух исчезает, вы думаете, о, он умер. Кто рождается и кто умирает? Никакой смерти. И это окончательное истинное должно быть все установлено. И до этого момента вы должны пройти через дисциплину медитации. Сила уже в вас, но мы должны восстановить эту силу. Мы знаем эту силу только в виде формы тела. Мерить себя телесными мерками, мы должны перестать мерить себя телесными мерками. Вы должны помыть крышку. Все у нас smartest. Все это стремится. Обычно это делается. Все у вас будут временем. Потому что у вас нет, это не так. У вас нет, это не так. И из-за того, что мы уже долгое время считали себя телами, нам очень сложно разорвать связь с телом, потому что мы очень сильно к этому привязываемся с телом. Много, много, большая привязанность к телу. Поэтому он говорит, что теоретические разговоры, сухие дискуссии, а духовности нам никак не помогут. Погрузитесь глубже в себя. Что вы там увидите, только я есть. Только тонкое, мечащее чувство я есть. Благодаря которому и с помощью которого мы делаем все эти вещи. Духовность не мешает вашей поксидемности. Девуши, то там, застрячивает вас. Так, шутивание. Духовность не мешает вашей поксидемности. После того, как ты не кинешь свое тело в море, ты не сможешь плавать. Духовность — это глубокое море, не теоретическое знание. Говорить о духовности и сидеть на берегу реки — это очень легко. Все эти святые кинули себя в духовность, в духовный море. Духовность, которая ориентирована на выполнение каких-то целей, она не будет плодотворна. Это значит какие-то ожидания. Если я поеду в тот ашрам, например, что случится, я стану богатым. Я хочу найти работы, потому что у тебя есть болезни, семейные проблемы. Многие люди не плавают. Многие люди не спрашивают, потому что вы готовы. У меня есть «з私». Пытая их не доступа. Ужие, не любят сложности. Некоторые люди приходят сюда, они не понимают это знание, потому что когда оно достается им легко, они этого не ценят. Они не знают никакого знания, потому что они в круге Майя. Каждый момент, когда люди приходят, то, что они приходят, то что когда они приходят к этому, то есть, когда они приходят после Мастера, они будут раздаваться. У нас есть столь. Наштость в Индии, в книге, в книге Касzym Казахстана, Гур, где мы получили хормистику. Мокша. И все равно, это моя релина, это моя релина, это моя релина. Они не могут давать мантры. Ну, они не давали. А, нет, они не давали. Да, нет, нет, нет. Не давали, они не давали. А, ясно. Ну, он хорошо пристал давать мантры, потому что много людей, особенно в Индии, у них есть вот эти книги, где у каждого есть свой мастер, благодаря которому они получают спасение. Вот и многие просто приезжают, говорят, вау, это мороз, не дай ему мантру и так далее. А, у меня никакой преданности, поэтому я понял, да, я понял. Стоять, два, три, два, три, два, три. Она не в госдаре шоу, чтобы это не в госдаре. Это не в магазине, чтобы это было. Хорошо. Хорошо. 99% преданных – это люди, которые чего-то ожидают, туркейские цели, хотят что-то получить от этого, от духовности. Только некоторые хотят себя узнать в настоящем смысле. Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр. Продолжение следует...